Да, я приветствую вас. Вы написали небольшой пост с комментарием вашей реакции на это решение о международном розыске. Можете в нескольких словах рассказать нашим зрителям? Здравствуйте, Тихон. Я приветствую всех зрителей Дождя. Да, действительно, я сегодня написала пост у себя в телеграм-канале Пражский град, потому что для меня сегодняшнее решение стало некой неожиданностью. Я думала, что вот когда меня объявили террористом и экстремистом летом этого года, тогда автоматически я и была объявлена в розыск. Оказывается, нет. Это некий такой следующий этап вот этого бюрократического процесса. И я просто поняла, что, видимо, я должна высказаться по этому поводу, потому что мне начали звонить мои коллеги из других изданий, просить комментарии. Ну, что я могу сказать? Это абсолютно никак не скажется ни на моей жизни, ни на моей работе. Я буду заниматься всем тем же, чем я занимаюсь сейчас. И, естественно, это никаким образом не скажется на моей позиции. Поэтому, в общем-то, у меня ничего не изменилось. Все по-прежнему. Скажите, но, тем не менее, какие-то бытовые неудобства, это может вам... Ну, бытовые неудобства, они связаны с ограничениями в путешествиях. В принципе, меня об этом предупредил мой адвокат Павел Чиков еще летом. Он сказал, что тебе сейчас не рекомендуется, конечно, ездить ни в какие страны, которые не относятся к так называемым странам Запада. Это все те страны, которые входят в Евросоюз. Это США, Япония, Канада, Южная Корея и Австралия. Вот. Ну, собственно, я не могу сказать, что очень сильно переживаю по этому поводу. Если уж серьезно, я вообще по этому поводу не переживаю. Поэтому, ну, я думаю, что я как-то обойдусь без вот этих путешествий. Скажите, а вы понимаете, в чем, собственно, проявился ваш терроризм и ваш экстремизм, за который на вас возбудили уголовное дело и внесли в так называемый перечень террористов и экстремистов Росфин-мониторинга? Ну, смотрите, российские власти, на самом деле, они не скрывают этого. То есть они говорят, что свой статус террориста и экстремиста я получила за интервью с Алексеем Барановским. Это россиянин, который воюет на стороне ВСУ в Легионе Свободы России. Вот. А уголовная статья о фейках о российской армии была на меня заведена на основании моих постов, которые я сделала еще весной 2022 года. после того, как была деоккупирована Буча и вообще вот Киевская область, и вскрылись чудовищные преступления российской армии на этих территориях. То есть они, по всей видимости, сначала завели статью на меня, завели дело об экстремизме и терроризме, а потом, чтобы, так сказать, укрепить свою позицию, порылись у меня еще в социальных сетях. Естественно, сходили в апреле 2022 года. Там у очень многих россиян были посты о Буче. Понятно, что все были в шоке тогда. Ну и завели второе уголовное дело, чтобы, так сказать, усилить свои позиции. Понимаю ли я позицию российских властей? Конечно, позицию российского людоедского путинского режима я понимаю. Нет, нет, нет. Им нужны не такие уголовные дела. Я имел в виду, какое конкретно ваше действие обратилось. А, ну вот эти вот действия, да. Скажите, а допускаете ли вы, что, учитывая, что журналистов, которые находятся за пределами России, огромное множество, но далеко не у всех из них есть уголовные дела, а уж тем более уголовные дела по статье более тяжелой, чем, например, фейки, оправдание терроризма. Допускаете ли вы, что это может быть связано с тем, что вы, пусть уже 10 лет, как вы не работаете на государственном телевидении, тем не менее это в какой-то степени месть вам. Вы, дескать, были нашей. Так получайте в ответ на это уголовные дела. Интересная мысль, кстати, все может быть, потому что мне, на самом деле, очень многие мои знакомые и друзья еще и летом писали, а что это они к тебе так прицепились? Потому что сначала меня объявили террористом-экстремистом, и только потом сделали иноагентом. Обычно бывает другая последовательность. То есть сначала более лайтовое наказание, ты становишься иноагентом, а уже потом на тебя, может быть, заводят уголовное дело, а может быть и не заводят. У меня была, как написала моя коллега Ксения Ларина, значит, я иноагент обратной силы, то есть я сначала стала террористом-экстремистом, потом в списки иноагентов вошла, а теперь вот еще и, значит, объявление в международный розыск. Ну, хотя я повторюсь, это стандартная схема. Мне, кстати, знаете, говорили правозащитники, что российские власти не случайно применяют именно вот эту статью о терроризме, и это тоже своего рода месть. Она, может быть, здесь даже не несет какого-то индивидуального характера, потому что, как вы понимаете, это такая статья, которая есть в уголовных кодексах почти всех стран мира, наверное, всех даже, в отличие как раз от дебильной статьи о фейках, о дискредитации российской армии, которую они придумали именно в последние годы. А когда, допустим, ты пересекаешь какую-то границу, да, и пограничник видит, что ты объявлен в розыск вот по статье о терроризме, какая бы эта страна ни была демократическая, вначале любая спецслужба, я прошу прощения за это выражение, сделает на эту статью стойку. То есть они тебя все равно попросят задержаться, остаться и так далее. Какое-то время это будет стоить тебе там каких-то нервных клеток. Да, конечно, если это нормальная страна, потом тебя отпустят, разберутся, и все будет в порядке. Вот. Но в любом случае ты понервничаешь, ты понервничаешь. И поэтому сейчас российские власти так полюбили вот эту статью, и я знаю, что они ее применяют очень охотно. Вот. Но по поводу, значит, вашей теории о мести, у меня так, на самом деле, всего лишь предположение. Да. Ну, на самом деле, вы не единственные, кто так думает. Я не знаю, что думать по этому поводу. Я могу сказать, что, честно, это немножко льстит моему эго. Вот. Ну, а что поделать? В любом случае это ничего не изменит. Ну, мести к мести, окей, хорошо. Насалья, в подтверждение того, что вы сейчас говорили о том, что не случайно именно подобная статья избрана российским следствием, знаю историю человека, который отсидел по террористической статье, потом уехал на Запад, получил там политическое убежище, и все равно на протяжении большого количества лет испытывал в связи с этим серьезные проблемы, потому что приходилось долго доказывать, что статья о терроризме, да, но терроризма не было, и все это было политически мотивировано, и доказывать это приходилось для того, чтобы получать те или иные визы, какие-то документы и прочее, прочее. Поэтому в этом смысле это вполне работает. Скажите, я хотел воспользоваться тем, что вы у нас в эфире, и спросить у вас, что вам известно об этой хакерской атаке, которая была в понедельник совершена на ВГТРК, в результате чего на некоторое время было выключено онлайн-вещание, какие-то проблемы с архивом, насколько я понимаю. Вообще эта хакерская атака по последствиям была, пожалуй, самой сильной за эти годы, за эти два с половиной года. Ну, смотрите, я, естественно, когда прочитала эту информацию, я связалась, назовем это так, со своим источником на ВГТРК, мне было очень интересно, что там происходит. Если хотите, я процитирую это сообщение, опустив там какие-то реплики личного характера. Значит, вчера все вырубилось, интернета нет, до лет не работает. До лет или до лет, я не знаю, как правильно ставится ударение, но, допустим, до лет, потому что, как я понимаю, это французское оборудование. Это такая платформа, которая используется медиакорпорациями, медиахудингами по всему миру для осуществления непосредственно телевещания. И она отвечает за все этапы вот этого цикла телевещания, начиная от записи программы, выдачи ее в эфир, заканчивая, допустим, архивацией, архивированием вот этих вот файлов. То есть, как вы понимаете, это вот краеугольный камень любой телекомпании. И вот этот вот самый до лет был выведен из строя. То есть, вещание было невозможно. Оно было невозможно какое-то время, там, несколько часов. Или, я не знаю, там, продолжается. Я просто не знаю, на какой стадии сейчас находится ситуация. Они там как-то это все разруливают. Висит все. Видеоряд выдавали с Шаболовки, студию от нас. Это говорит о том, что ведущие оставались на 5-й улице Ямского поля, где находится телеканал «Россия», выходили в эфир из своих привычных студий. Но при этом все режиссерские бригады, которые занимаются непосредственно выдачей ведущего и вообще новостного выпуска, допустим, в эфир, они все уехали в другое здание, на улице Шаболовка. Если честно, я никогда не была на Шаболовке, потому что это немножко другая эпоха. Я начала работать на БГТРК в 2007 году и всегда работала только на 5-й улице Ямского поля. Там, где современное оборудование, современное новое здание отремонтированное и так далее. Но вот вчера я разговаривала как раз об этом инциденте со своими коллегами Сашей Плющевым и Юлией Панкратовой в Плющевском брекфаст-шоу. И они мне, как люди, которые были на Шаболовке, сказали, что это какой-то, ну, совсем вот какой-то прошлый-прошлый, там, 20-й век. Телевидение, что-то там, ну, как какие-то старые помещения, жуткие заплесневелые, значит, напичканные вот этими вот старыми, бетакамовскими какими-то аппаратными. И отсюда я сделала вывод, то есть почему они перенесли, собственно, всю вот эту вот техническую часть, которая отвечает непосредственно за выдачу в эфир, на Шаболовку, потому что там никакой, по всей видимости, долет не нужен. Там все так делается обычным старым детским методом, заводятся, да, с ржавого гвоздя. Но, тем не менее, они выкрутились. И вот мне вчера, кстати, наши коллеги спрашивали, вот как я думаю, будет из этой ситуации в БТРК выходить. Я им сказала, честно, я сказала, нормально они будут из этой ситуации выходить. То есть они там, я предполагаю, что часок попаниковали, там побегали по коридорам, ну и все, ну и все, они справились с этим. Этот факап они разрулили. Возможно, они до сих пор выходят таким образом в эфир. То есть ведущие сидят из своих студий, а все режиссерские бригады работают в Шаболовке. То есть это такие, знаете, не стоит недооценивать, вот эти вот большие пропагандистские машины, очень богатые, ресурсные. Поэтому, к большому сожалению, они продолжают вещать. Да, но кадры черного поля, конечно, были, выглядели впечатляющим, когда в момент этой атаки был прерван очередной какой-то пропагандистский сюжет, по-моему, он был посвящен депутату Верховной Рады Алексею Гончаренко. Верховной Рады Алексею Гончаренко Ехай нахуй, навсегда. Ехай нахуй, ехай нахуй, ехай нахуй, навсегда. Такое впечатление, что вам там укол делают после выборов. Жил-был честный украинец, патриот выбрали, стал хитрым, скользким, вороватым хохлом. А вы считаете, он стал хитрым, скользким, вороватым хохлом? А может быть, он и был таким хохлом? По-вашему, хохлами рождаются? Нет, я считаю, что украинцы не рождаются хохлами. Я считаю, что мы все с вами рождаемся украинцами. И раз мы родились, значит, мы как-то это заслужили. Или мы, или родители, или предки наши, неважно. И этот человек, я уверен, был рожден украинцем. Маленьким, пухленьким, развочеким украинцем. Три с половиной килограмма. Вопрос в другом. Как из этих трех килограммов вот так превращается человек в стокилограммового хохла? Как это происходит? А я вам повесню, мы сами виноваты. Вот такие, как вы, Яна, как я, как мы все. Мы сами виноваты. Все начинается в роддоме. Родился этот мальчик, нужно занести. Занести обязательно, надо дать врачу. Не дали, залезай обратно. А потом мы этого ребеночка приносим домой. И там этот ребеночек еще украинец. Как только начнет мотать на усы, станет хохлом. Что он видит? Первое, папа. Папа сидит, естественно, смотрит телевизор и говорит, да во всем виноваты эти козлы, эти скоты, эти политики. Черт вы, между этим пересчитывает 200 гривен, которые вчера разработал на пикете, когда стоял за этих же козлов и вонючих депутатов. Это нормально. Не стоит папа, стоит кто-то другой. А что это кто-то другой должен взять эти вороватые бабки? Почему не я? Думает папа, ребенок наматывает на ус. И наш украинец по чуть-чуть начинает превращать своего папу в этого хохла. Но по чуть-чуть. Не все потеряно. Вы думаете, все потеряно? Есть дядя. Дядя из Авира. Тетя из БТИ. И все устраивают мальчика куда? В школу. Дорогую школу. Нет, дорогую. Именно дорогую школу. И заканчивает очень хорошо ребеночек в школу. И едут все отдохнуть на Днепр. А теста получили. Одни пятерки, конечно. Почему нет? Шашлычок, коньячок. Очень вкусно. А мусор? Поэтому при поднятом настроении поступаем мы в институт. Все те же помогают решать. И после института. Куда мы едем? На Днепр. А что же там загажено? А что же там везде этот мусор тут же табличкой прибито? Не мусорик. Кто же тут на мусоре? Что же эти хохлы не убирают после себя? И в хорошем настроении. На новой хонде, подаренной к выпуску из института, мчит наш уже полухохол полуукраиня. По ночному Киеву. Там, где нет дорог. И абсолютно насрать, извините меня, на людей, которые в это время спят, пришли с ночной. Или мать, которая уставшая на двух работах, чтобы прокормить своего ребенка, только-только укачала пацана. Он мчит в будущем. А в будущем за горами 20-25 лет он станет депутатом. И превратится наш украинец в стопроцентно чистокровного хохла. И все у него будет хорошо. Правда, детки будут учиться в Швейцарии. Не здесь. Ну, чтобы подальше от хохлов. Отдыхать он будет уже не на Днепре, а там же уже он нас срал. Вот на Мальдивах. Ну, чтобы подальше отдыхать. Квартирку себе купит дед в Лондоне. Тоже, чтобы подальше от хохлов. Подальше от хохлов всего. Не мое. Вот такая загадочная у нас хохлятская душа. Есть еще вопросы, дорогие мои украинцы? Старщик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица. Старенькая Алла Пугачева. Да я б встал перед тобой на колени-то. Да ноги не те. Чего ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда. Так что давай, шуруй, зарабатывай пока можешь. А если уж вернусь, ей-богу скажу, что думаю. А че я могу сейчас? Мудак ты, Стасик. Добрый день, друзья и недорогие. Я обращаюсь к тем подписчикам, которые употребляют выражение «крысы, бегущие из корабля» в отношении наших релакантов. Я вам хочу просто напомнить, откуда это взялось. Это в буре Уильяма Шекспира. Like rats live sinking ship. Крысы, бегущие из тонущего корабля. В 16 веке появилось это поверье, что у крыс есть такая чуйка, и они покидают те судна, которые тонут, или которые обречены на то, чтобы пойти ко дну. Даже якобы во время стоянки в портах крысы сбегали с тех фрегатов и бригантин, которые потом, спустя какое-то время, выйдя в море, попадали в кораблекрушение или так или иначе гибли. Поэтому, еще раз, когда вы про Аллу Борисовну Пугачеву или ее мужа иностранного агента Максима Александровича Галкина говорите, что они крысы, бегущие из корабля, вы как бы расписываете в том, что считаете, что наша страна обречена на то, чтобы пойти ко дну. Нет, Россия не титаник. Россия это ледокол. Ледоколы не тонут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Я видел секретные карты, я знаю, куда мы плывем, капитан. Я пришел попрощаться с тобой, с тобой и твоим кораблем. Я спускался в трибун, я беседовал там с господином, начальником крыс. Крысы сводят на берег в ближайшем порту. На верхней палубе играет оркестр, и пары танцуют фокс-трость. Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Становится ясно у каждого руки в крови. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров Н.А. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова За ним правда. Значит, он сильнее.